Стихийные базары, где можно купить овощи, фрукты, дыни и арбузы, разместились вдоль многих транспортных артерий города. На проспекте Победы депутаты Нахимовского муниципального совета решили проверить качество продуктов, которые ежедневно покупают севастопольцы. Как минимум две точки. Документы эти предоставить не могут, поскольку они отсутствуют на точке, что уже само по себе является нарушением. Любой потребитель вправе попросить эти документы, поскольку они вообще должны быть на доступном месте, чтобы любой желающий мог с ними ознакомиться. Соответственно, на торговой точке должны быть сертификаты, подтверждающие качество продаваемой продукции. После неожиданной проверки кто-то решил закрыться, а некоторые продавцы начали массово бросать свои рабочие места вместе со всем оставшимся товаром. По оценке председателя совета Нахимовского муниципального округа, больше половины таких торговых точек с дынями и арбузами работают в районе незаконно. Буквально недавно закончился конкурс, и половина конкурса, никто не стал участвовать вообще в этом. То есть те, кто захотели, они поучаствовали, получили разрешение и официально торгуют. А люди, которые по каким-то причинам это не сделали, значит, получили разрешение. Почему люди предпочитают рисковать, а потом и платить немалый административный штраф, и штраф за незаконное занятие земельного участка, остается загадкой. Ни хозяева, ни продавцы не захотели дать интервью нашей съемочной группе. Во время проверки участковый узнал одного из предпринимателей. Недавно его уже штрафовали за незаконную торговлю в районе Ялтинского кольца. Мнение покупателей разделилось. Кто-то не замечает мусорных баков вплотную к арбузам, окурков и прилавки, сделанные из входных дверей. Кто-то предпочитает покупать в проверенных местах, на официальных рынках и в магазинах. Дети берут, можно и отравиться, и все с пола продавать. Ни молоко, ни арбузы, ни все то, что еще летом. Из 15 проверенных предпринимателей только у одного все документы оказались в порядке. Другой хозяин торговой точки показал еще украинские документы, просроченные. Для первого раза решили сделать исключение и не штрафовать тех, кто нарушил впервые. Подобные рейды будут продолжаться. Каждый предприниматель должен понимать, что может оказаться следующим, если не приведет свою деятельность и свои документы в соответствии с законом. Людмила Замятина, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.